30 лет назад мы решили взять в семью детей из детского дома стать для них новой семьей обычными мамой и папой и я загадала желание когда посадила косточку от груши если она прорастет то мое желание обязательно исполнится меня зовут маргарита у нас большая семья в ней выросла и продолжает воспитываться 47 детей из них четверо я родила остальные приемные дети мой обычный день не меняется уже многие годы 5 30 я встаю самая первая потом я иду 6 утра будет детей девочки подъем я подъем катюша подъем идем заниматься зарядочку под у мальчика будить дети очень часто приходит в семью очень ослабленными некоторые дети были изменения рахитные келевидная грудь очень слабые руки ноги это уже последствия рахита девочка с дцп которая была очень ослабленная и все мы прекрасно понимаем что физические упражнения физическая активность детей она во многом помогает окрепную детскому организму зарядка бодрит настраивает на оптимистическое настроение на оптимистический лад и завтракать хорошо уже после физических упражнений куда положили почему-то всегда всех пугает а как же вот питаемся вот как же в прокормить такую силу а вы знаете если все давно отработано налажено все это очень легко до кастрюли 10 литровые до в день уходит до 5 килограмм круп бутылка растительного масла килограмм сахара уходит заварка пачка но мы очень много заготавливаем может быть и по 150 3 литровых банок у нас есть еще 10 литровые банки у закатки это большое подспорье потому что у нас до 100 банок огурцов очень много различных компотов варенье очень много варенье повидло для детей варим на пироги обычно завтрак у нас есть дежурство по нашей кухне на которые обычно помогают готовить дети постарше например соня делает чудесные пироги дрожжевого теста катюша очень прекрасно фарширует курицу уток для меня дети это не просто что я должна все сама сделать моя позиция что я должна всему научить детей именно научить чтобы во взрослую жизнь они вступали самостоятельными людьми когда мы с мужем решили создать семейный детский дом это были только в советском союзе еще единицы никто ничего не знал постоянно созванивались москвой и все упиралась в жилье потому что для создания семейного детского дома необходимо было взять сразу пятеро детей тогда приемных родителей отбирали как космонавты то есть нужно было пройти различные проверки я очень переживала мне очень хотелось чтобы именно наша семья подошла потом после последних проверок нам дали разрешение взять первых детей мы обменяли квартиру на вот на этот дом и муж работал строительной организации и ему тогда помог начальника организации провести сюда канализацию и водопровод потому что колодец здесь был только за три улицы это было окраина городка ничего больше нигде не было поэтому сюда долго никто не заселялся в этот дом это старая библиотека поэтому и такие потолки высокие все из-за того что не было ни воды ничего и нам помогли и сделать вот вот это настоящая шефская помощь это вот далее не рыбку а удочку и тогда мы стали обживать этот дом ко мне дети попадают по-разному и матерщинники бывают некоторые говорили мы самогонку гнать будем какую самогонку ты знаешь я знаю два способа как можно гнать самогонку то 7 лет человек знает два способа гнать самогонку нет одного не отказалась я беру всех кого мне предлагают хотя у меня сейчас есть архи сложные дети сми братом я выпал в 3 он попал в 12 это все время где-то три года за меня ухаживал один и все и настолько внушили что она инвалид вот она сядет и сидит вруснежана а чего ты не не с детками не идешь а я инвалид к такой полненькая полненький то ходите и тяжело все и какая-то инвалид какая-то красивая девочка не все я я не могу уходить речь была такая не очень ну пошли все она все карандаш дашь и она бы сидел ну ты же бы не двигаться он сделали операцию на ножки очень долго разрабатывали все это на стала ходить все потом на ручке сделали операцию очень сложно покупать обувь потому что одна ножка тридцать девятого размера почти уже сейчас сорокового а другая ножка только 36 размера ребенок маленький конечно жалко ребенок вырастет а как она будет дальше жить а почему она должна в жизнь привести в доме инвалидов она замечательная девочка она умница она так прекрасно читает я люблю рисовать я всегда иногда могу помогать маме когда дома саемся иногда могут остальные помогать когда мы или работаем или поле идите сюда быстренько все полоть полоть начинаем опалывать борозду скажите ко мне какой здесь больше всего травы как называется лебеда правильно больше всего лебеды главное чем отличается семейный детский дом от государственных учреждений все таки что мы ближе к обычной семье то есть мы как бы не был наш быт труден в чем-то намного больше хлопот намного больше работы но нас много мы вместе все это стараемся делать и дети рядышком постоянно не понял одевок в детском доме в том который меня было четыре раза там будто бы ты находишься в лагере нам все по расписанию то есть там нужно как-то с каким-то разрешением даже что-то сделать я считаю что лучше всего конечно же жить в семье где тебя любят заботятся ценят где ты можешь мама назвать мамой где ты считаешь маму мамой у меня дети в основном из деревень то есть у каждого в деревенском доме есть кот есть собака коровки курочки даже если это не было в родном доме то у соседей по большому счету ну разве нужно столько вот например котов собак в доме иногда ребенок он потом пришел в дом он же не знает а что его ожидает потом обнимет эту собачонку и так и все рассказал может постесняется в первый год жизни рассказать взрослому человеку а здесь мягенько и рассказала его нос лежит вот этому фазань и яйца но они поводятся мокрые очень хотелось показать разнообразие что да у вас куры были все а вы знаете сколько разнообразных пород птиц существует что кроме кур еще бывают павлины что курица бывает не просто белая а такая красивая красивая и яйца оказывается бывают голубые бывает ярко синие бордовы для них это мир открытий у нас есть такие вот кормежки мы туда насыпаем форма и им даем водички мы водички мы наливаем в бутылки а носу отдыха вместе водички переливать он может наш золотые руки он чинит все в течение дня что мы за пять минут ломаем но это вот уже все стеллажи эти я делаю ребятами и фундаменты заливали и дорожки вот эти все делали это все только детям никаких рабочих не нанимали я дал задачу покрасить будку крышу коричневый цвет а эту синий цвет и все они покрасили а потом прихожу смотрю косточки нарисованы лапки нарисованы это ася она ну короче школу искусств в этом году закончила она у нас художница на выставках выступала не раз здесь любила рисовать мне она успокаивает мы ее когда забрали ее маленькую грудную наверное с двух или трех месяцев пытались кормить макаронами пытались взрослой едой и она была вся красная облезлая у нее был такой страшный раздражение кожи диатез она была настолько ненужной в семье на нее никто не обращал внимание она никогда не плакала она лежала как солдатик щечки были такие ярко-ярко алые только слезки тогда с глаз у нее каполь это дерево жизни это нас предки предки которые были там прапрадедушки прапрабабабабушки вот это придумал мама дерево такое но баба мне тут помогала рисовать это веточки от других родовых деревьев но это как прививка на яблони вот бывает же что вот яблоня а на ней разные сорта яблок привиты и они живут дерево мощное оно дает плоды так наверное и у нас получается в таких семьях в а 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 вся наша семья творческая еще спортивная мы живем посреди леса у нас замечательная речка рядом протекает и мы часто любим путешествовать я стараюсь сама подготовиться к этому узнавать историю нашего края рядом курган славы мы всегда приходим всегда носим цветы послушайте как птицы красиво поют здесь сойки живут которые символ нашего кличева когда я была маленькая совсем и насыпали этот курган славы было очень много живых ветеранов и помню с бабушкой шли каждый нос в платочках то в чем горсть земли на этом месте было во время великой отечественной войны первые сбор партизан каждое поколение детей я приводилась сюда мы всегда разговариваем о боевом прошлом нашего района дети вы все из нашего района книги памяти нашли родственников некоторых детей которые участвовали во время войны поэтому сюда приходим часто чтобы почтить память воинов которые погибли партизан видите на праздник светила с ногами вот и от нашей семьи букет сирене немного занесено книгу памяти нашего района моих родственников моего деда который погиб поэтому вечная память погибшим и всегда дети говорят что когда люди начинают забывать свое прошлое оно напоминает нам совсем другими делами поэтому пусть лучше мы будем помнить и не повторять ошибок когда мы решаем пойти в лес мы берем мяч мы берем на пикник все что захотим и обязательно идем маленький такой поход а еще у нас есть дендрарий и там со всего света собраны замечательные растения замечательные деревья кустарник и дети очень любят это место кто слышал в этом году уже кукушку каждый день она сейчас кукует а это значит раз у нас рядом с нами поют соловьи и кукушки значит мы живем замечательно экологически чистом месте я стараюсь как обычная мама дать все необходимое своим детям чтобы разорвалась цепь негатива чтобы ребенок то что было в прошлом не нес этот негативный опыт я хочу им дать совсем другой опыт опыт нормальной счастливой семейной жизни если к маме нету бы вообще не было я бы находился в каком-нибудь интернате шарик попала к нам вместе с братом но сначала к нам попал его старший брат а потом мы от него узнали что у него есть младший брат который находится в доме ребенка и тогда мы поехали в дом ребенка вы забрали я веду семейный свой дневник где себя писала с первого дня то а шурики можно уже собралась рассказом на целую книгу я его когда забрала в полгода него глаза были невероятные как у инопланетянина и ресницы черные черные и сам такой блондин но гиперактивен оказался он достался в детском саду вот он успевал сделать миллион добрых дел и два миллиона вредных дел давайте скажите когда я пришла в эту семью мне сразу понравилось потому что обстановка здесь было любви и уюта заботы мама всегда поддерживала мне вообще нашей семьи нравится традиции груша это мне кажется к особенной традиции и наверно ни у кого нет только у нашей семьи мы специально сделали детскую площадку чтобы получилось груша именно посреди детской площадки и все семейные праздники проходят под груши мы ее всегда наряжаем это не просто груша это моя надежда это семейное дерево наше когда начиналось все муж купил грушу она была очень вкусная большая сочная и таких груш я раньше не пробовала я посадила семечку груши и загадала что если она прорастет то все получится груша проросла давайте закроет глаза мы же все любим чудо ждем чудо не все верят например но все равно остается то потом в памяти все самое хорошее доброе что они у всех разные но у меня правило ребенок должен сам сказать это самое ценное потому что когда начнешь ребенка подходить и выпытывать может просто придумать это будет не искренне я свою маму и папу не видела видела только сестры но хочу чтобы и мама меня хоть раз свозила к ним своим своим родным сестрам я хочу очень сильно видеть и посмотреть на них и хочу посмотреть на своих родителей если они есть хочется с одной стороны чтобы ребенок был только мой но умом же ведь ты понимаешь что так не бывает даже я усыновленного иногда он спрашивает мама вот ты знаешь кто от у меня там которая меня родила да говорю знаю все я рассказываю умом понимаешь что ну что она может дать а с другой страна я имею право вообще судить людей если я буду только судить у меня останется в душе и в сердце что-то хорошее для детей самый первый год когда я взяла детей дети были все маленькие все и всегда хотелось объединить и семью это вылилось в такую привычку поговорить о том как прошел наш день потом когда дети подросли еще стали старше мы стали к этому дню к вечеру к вечернему чаепитию сами что-то выпекать деть и начали саживайся возле катиса такой хороший долгий день подходит своему завершению я что тебе запомнилось сегодня больше всего пикнилось сегодня больше всего пикник замечательно был пикник правда мы побродили по знакомым местам дети а еще сегодня не пришла газета где напечатан рассказ нашей тонечки так что мы тонечка мы тебя поздравляем с этим событием а что мне больше всего запомнилось как мы пололи лук потому что потому что он успел зарасти да сейчас они дети нужно нам всем всему обществу осознавать что дети вырастут и они будут жить между нами и возле нас и чтобы мы своей жизни не по не боялись пройти вечером по улицам это много зависит от нас протянули мы когда когда-то руку помощи такому ребенку помогли ему выжить в этом сложном мире поддержали его дали надежду на новую жизнь значит рядом с вами будет находиться нормальный человек такой же как и мы с вами поэтому детей нужно брать необходимо брать просто рассчитывать свои силы ну а если что-то не получается сейчас очень много делается для таких семей службами поддержки отделами образования областными службами с психологи в соц деревнях которые работают с такими семьи у нас могилёй все с деревни даже можно если что-то не получается где-то что-то не ладится всегда можно обратиться всегда нам дают телефоны с проблемами там можно даже пожить семьей психолог под наблюдает что не получается почему не получается подскажут вы представляете какая-то это супер поддержка таких семей когда я начинала ничего не было никакой информации и совсем сейчас по-другому мне очень комфортно тут и мне очень сильно нравится здесь с мамой находиться я понимаю что если бы я была в той семье то у меня не было бы того что у меня есть на данный момент у меня есть друзья у меня хороший круг общения у меня есть все то что что я пожелаю моя настоящая мама это маргарита я горжусь своими всеми детьми они сложные вреднючие иногда я их люблю какие они есть